Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Я знаю, что многие любят картошку жареную и, конечно же, любят баранину. Сегодня я это буду все совмещать и готовить очень вкусно, очень ароматно и необычно. Для многих, я уверен, для многих это будет необычно. Начинаем готовить? Поехали! Вот такой вот красивый у меня кусок баранины. Нарезаем на порционные кусочки. Вот такие вот кусочки. Это баранья нога задняя, самая мясистая часть у барана, из которой можно готовить шашлык. Только посмотрите, какое мясо свежайшее. И кусочки, конечно, обалденные. Все, огонь под казаном горит. Отправляем грамм 130-140 подсолнечного масла и ждем, пока накалится. Сразу отправляю в масло соль, хорошую щепотку. Хорошенечко смазываем стенки казана. И отправляем жарить картофель. Картофель предварительно почистил, помыл и обязательно просушить. Друзья, я готовлю сегодня в казане на огне, в живом огне. Я понимаю, что это получается очень вкусно, но это не говорит о том, что нельзя приготовить это блюдо в домашних условиях на простой плите. Готовьте, друзья, а если есть возможность выехать на природу, на дачу, отдельно приготовьте, конечно, на огне, с дымком. Это все очень вкусно. Жарим картофель до готовности. Все, картофель готов. Ну как готов? Процентов на 80 точно готов. Снимаем с огня. Теперь отправляем жарить мясо. Пока жарится мясо, нарежем лук. Берем 3 луковицы и нарезаем полукольцем. У меня много масла. Баранина сама по себе жирная. Выделила очень много, поэтому я часть убираю. Баранина жарится уже где-то минут 6-7. Отправляем лук. Вместе с луком прожариваем минут 5-6 так же. Попробуйте на вкус. Если вам не хватает соли, добавляйте. Я соль добавлять не буду. Масло у меня соленое. Добавляю только черный перец, свежемолотый. Обильненько. Я люблю поперченее. Поэтому обильно добавлю черного перца. Целый гранат очистил. Добавляю зерна граната. Немного оставим для украшения. И наливаем гранатовый сок. Нам понадобится где-то грамм 200-250. И возвращаем наш картофель. Накрываем крышкой и будем томить около часа. Украшаем зеленью. И зерна граната, которые у нас остались. Давайте я разрезу. Разрежу. Покажу, какое мягкое, нежное получилось мясо. Реально просто бомба. И по обычаю попробуем на камеру, какое у нас мясо получилось. Очень необычный вкус. Очень нежное мясо. Реально очень вкусное. Стоит попробовать. Готовьте, друзья. Картофель, конечно же, получился очень мягким, рассыпчатым. В общем, блюдо вообще обалденное. Гранатовый сок, гранатовые зерна придали этому блюду реально обалденный, вкусный, интересный и, конечно же, неповторимый вкус. Готовьте вместе со мной. Не забываем, друзья, комментировать, делиться с друзьями. И, конечно же, подписываться, кто не подписался. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok